всем привет здравствуйте дорогие наши зрители дотянули до самого вечера сегодня решила вам надеюсь не будешь корячиться ладно она себя видит и может сейчас как в зеркало сейчас уйдет не буду уже потому что невозможно другое время подобрать без них я сегодня решила давно не появлялись потому что пишите мне часто дали вас такое спокойствие вот а на самом деле внутри такой даже объяснить штурм какой-то мозговой когда ты оказываешься в чужой стране в другой обстановке у тебя очень много приходит осознаний почему я осталась потому что мне было очень много вопросов себе плюс мы еще вот 5 детей что-то я подхватил сябл конъюнктивит потом сопли и кашель и его температуры не было ну как такая была апатия что они прекращать я просто только забрала сейчас а дядя коле покажу потом дальше да с развивашек они такие еще немножко перевозбужденный так вот и у меня просто это апатия наступила я все делаю на автомате мне больше мишенька тихонько ничего не хотелось не снимает ничего и вот поэтому мы пропадаем просто из-за когда наступит момент какой-то ровный но я все я считаю что всегда когда приходит осознание до нелегкие нужно принять какие-то решения вообще как не то что не касается таиланда до касается себя до твоего куда-то будущего вот это либо взял на занятиях у них подарки в конце занятия он взял девчачий подарок заколки для мили и всегда это идет к изменению своей жизни нужно набраться смелости дать что-то хочешь надо менять менять поведение свое до мозг немножко перестраивать это на это уход очень много энергии вот объяснила амель ты кричишься ногти накрасила на занятиях какой кошмар первый вопрос я скажу сразу на какие вопросы я отвечу амелью погуляла придешь потом когда он страница будет не такой иди возьми ручки помой обещала им просто мороженое смотрите на на вопросы которые я хотела сегодня ответить спрашивали про обучение совы спрашивали опять же про детей мужа не да уже с сентября вот он сейчас приятно его ждем день на день это нет билета потом это на завтра есть но я еще не могу вылетать потому что я уже расколоны п да и если он и по я в россии дата по законодательству ты должен находиться в стране да там три месяца это точно чтобы не облагаться на дополнительным налогом там 30 процентов что-то такое поэтому он был вынужден да и уехать он работал вот а сейчас он может уже будет приедет и поэтому билеты подлавливают который подешевле сегодня расскажу про школу про про детей для про послушание про мультики спрашивали у меня затем про пылесос опять же обзор делала спрашивать там про цены был вопрос потом про белую кастрюлю которая большая такая тоже спрашиваю расскажу да довольно довольно ну про сумку там отдельно тоже мелкий вопрос затем про диету много-много раз спрашиваете постараюсь кратенько да вот начале видео это рассказать включаем ли по дому новый год еще спрашивали про ваши мысли ваши планы на следующий год я даже не знаю как об этом рассказывать потому что не всем это откликается что ли да кто-то к этому позже приходит кого-то вообще не приходит к этому и потом начинаются таких комментарии которые мне на самом деле неприятно поэтому тут сразу задумываешься надо она тебе или не надо что потом вот это все читать и тебе было неприятно а вот давайте со школы по поводу школ уже смотрю четыре минуты хочется кратко но получается так у нас в основном себе все спрашивают а как это ребенок там шестом классе на сейчас как это он пошел там вырвали его из россии до пошел здесь в какую школу на ком языке как он понимает вообще да и как это вообще возможно по мне да по нашей в нашем случае это нормально потому что у нас учился первых три класса не в российской школе рассказала в хорватской мы готовились ходили на подготовку все в российской школе потом уже там были изменения мы на первый класс просто конца вкуса забрали документы и сразу же приехали в хорватию с первого дня он пошел в школу там с линейки мы просто знали что да мы заранее планировали так получалось у нас что у ребенок это месяц ему нужен был чтобы он адаптировался уже и потом он уже два года полных отучился и потом полгода и ковид начался муж его забрал он доучивался дома третий класс по их учебникам с их онлайн учительным да все все как обычно потом нас очислили так мы не приехали обратно и потом он был у нас на домашнем да на домашней семейной форме обучения год и потом пошел в школу мы сдали в пр учились догоняли русскую программу отучились мы два месяца русской школе и потом мы заболели гриппом опять же тоже были частичные локдауны муж тогда уже по привычке взял учебники это начал проверять уроки сел делать это аня он ничего не знает о чем дело в школе то вообще до нового года что мы расслабились модели вроде в школу учителям все ребенок просто огромные пробелы пошли он не хотел там делать уроки какие-то и тут миш не рисуй на стенах мишуня и получилось так что мы думали отдать его в частную школу там места не было потом миш нельзя рисовать потом будут следы ну-ка убери быстро тряпочкой вытри сейчас же с белого мишунь вытри сейчас же тряпочкой так рассказать ну то есть чему я говорю к тому что получилось у нас был какой-то период короткий дать пятого класса начали в школе потом мы перешли на семейную форму и потом мы уехали в апреле месяце да получается он был с репетитором по русскому он занимался остальные предметы с учебниками с нами он занимался и тут уже вот мы решили летом как бы гулял с репетитором по русскому только догонял и вот то что мы решили остаться мы как в принципе мы в россии нам некуда было возвращаться мы тут его отдали в школу мы выбирали тут либо бесплатная тайская нам не нужно либо 33 школы здесь чисто они такие как бы английские и одна тайская английская тайская на платная и вот мы все пересмотрели что-то очень дорого что-то вообще визуально не понравилось что-то там стайски много мужга зачем нам это надо отправили в средний вариант где английский язык да и я считаю что это хороший опыт потому что мы например да и дети в основном да мы все учим английский для того чтобы когда-то нам пригодится когда непонятно на вообще пригодится и принципе мы на нем ничего не делаем но вас в общей массе дети ничего не идет кроме как в школе его учат и тут он просто приехал может сказать на зимовку да и он окунулся в среду где надо говорить и он даже если мы уедем у него был это опыт раз во вторых он уже понимает что много людей в мире да и говорить надо и учить надо пришел потом опять там приедет куда-то и поэтому как бы для меня это было важно вообще как 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 это будет никакого стресса ничего мишунчик что-то хочешь иди сюда купили купила детям помылу он просит надо мишу надо ножик чтобы я могла вырезать так руками не смогу адаптации толком такой прям тяжелый не было дети с разных стран класс там небольшой местом уже больше нет приехали сейчас русские семьи не попадешь нам повезло мы просто последние вот попали в одну школу всех детей иначе чуть позже пришли бы уже мест не было мы не смогли там кого-то саоток точно не отдали бы а так удобно и он учится у него все уроки как у нас информатика биология география но они все за компьютерами за ноутбуками я не вижу учебников я не знаю в принципе что они проходят но он присылает что-то учитель некий пока домашки на такая система у них сейчас мишу и онлайн сейчас у нас занимается по русской программе у нас с каникулы в школе и чтобы он не болтался он теннисом занимается два раза в неделю языковую школу мы вчера еще поехали там 200 рублей урок чтобы он тоже ходил два раза в неделю по два часа и вот получается у него еще русская фоксфорд мы оформили там у него уроки прямая трансляция не только в записи он подключается в два часа по нашему времени вас то 9 10 москве надежда миши и все и он много уже говорю и он параллельно мне просто очень важно чтобы он ему нравится сейчас до заниматься мне нравится в чате все отвечает учитель ко мне там обращается хотя он вроде как его там не видит именно мы пробуем потому что я не на сколько он потянет с 8 до 3 одну программу он приходит устал уже да и потом еще следующее нужно слушать а там она уже в два часа начинается то есть он две лекции должен послушать потом еще в записи тогда вот но мне важно посмотреть насколько совпадает программа вообще понимать по как этот процесс идет у детей все проще у них до это еще как быть садик получается они ходят англоязычные учителя но детей много русских они с теми и другими с удовольствием туда бегут но школу до трех то есть я позже не можно продленку там какую-то до пяти по моему взять дополнительно но я не беру я забираю пол в три часа но мне времени конечно все равно не хватает так вкусно мыска мороженого обещала мороженое следующий вопрос был про диету очень много раз спрашивайте кратко да с чего вообще взялось вот все спрашивают относятся к этим безглютеновым продуктом без лактозным как и я раньше до относятся очень скептически не понимаю дачу почему вы не учете что еще хочешь там еще много у меня просто был момент когда у меня очень сильно выпали волосы сейчас уже все как видите да все все пришло в норму хотя железо у меня до сих пор я думаю что еще не сдавала удаляли я вам рассказывала полип здесь да был очень большой дефицит железа и как в принципе на этом фоне но пока лучше не скажу что прям сильное улучшение но по волосам лучше по и тогда этот же момент я выясняла да что с волосами сейчас мишон тут много я задала вопрос эндокринологу что с моей кожи мне прыщи замучили в принципе в детстве их не было они стали появляться уже там больше после переходного возраста они просто не проходили то один то второе бесконечно и тогда она мне предложила бы таня гормоны по сдадим сдали все хорошо там стресс что-то еще все это сдали и единственного давай молоко и глютен обязательно проверим проверили тогда у меня выяснилась аллергия на глютен она такая не очень сильная и лактоза не помню полная или частичная непереносимость ну и она конечно убирать и сахар лактозу и глютен и отправила меня к аллергологу чтобы там уже до обследовать до чтобы понять что там же к ты вообще происходит потому что железо опять же может быть не всасываться просто если у вас там буря да и ураган уже к ты и вы тогда с того момента я убрала да эти продукты у меня тут же я очень сильно похудела может быть кто давно смотрит заметили у меня резко очистилась лицо у меня прекратились вообще какие-либо выдутие живота который меня мучили в школе даже я помню просто каша овсяная с молоком это глютен и лактоза до после которой ты наешься и ты вроде не сыт особо потом весь день мучаешься с этими вздутиями ну как есть так и есть так и буду говорить почему я еще об этом говорю потому что очень частая проблема у детей и мы взрослые этого как будто не замечаем понимаете что-то там пукает ребенок да и пукать посмотрела я посмотрела что-то мне это происходит у детей я взяла и убрала огур слушайте ребят на я сдала конечно мы те анализы у нас у всех разные непереносимости но у всех она есть у детей в разной форме и я поняла что у них все спокойно стало можно конечно лактоза лактоза запись но как сказал мне аллерголог она достать вам нужно все вылечить привести в порядок а потом только уже можно с ним вместе там да что-то из молочки пить вот а мешочек я тебя очистила ты давай грызи дальше ладно вот и вся история то есть если у вас есть проблемы и еще очень важный факт у меня всегда было ощущение что мне как будто сопли внутри нас такой вот вот так вот целый день я ходила и у меня это шок привычку уже превратилась как только я это все убрала вот это ощущение то есть у меня всегда тут нет никакой мокроты или чего тут говорят еще лоры до детям что уберите молочку сахар если у них бесконечно да вы что-то там с носом она так и есть вот у меня убрали мне сразу стало все в порядке вот ответил вопрос давай укусить по поводу пылесоса опять же у меня спрашивали да я делала вам обзор на пылесос как швабра да и я вам говорила в этом видео что я оставляю вам ссылочку это будет черная пятница там она примерно четыре дня длилась когда цена на пылесос было около 16 тысяч рублей я специально спрашивала да у компании сколько он будет стоять вот и вы мне потом пишите что он там 190 тысяч еще что-то но это нереальная цена то есть если бы я знала сцену 90 ну как бы я бы не стала его рекламировать потому что у каждого товара есть ну цена да то есть для меня вот 16 да хорошо как бы это хорошая цена но я и я его рекламирую вот поэтому вы всегда можете посмотреть на мой отзыв до посмотреть на разных marketplace of площадках да и выбрать ту цену которая вас устраивает опять же я же не могу за этим следить да за этими ссылками можно и конечно удалить вот то есть ну тут как бы всегда рекламодатель присылает предложение и он объясняет на черная пятница поэтому мы хотим там сделать рекламу то есть вот так следующий вопрос спрашивали про воспитание про мультики что шуме шумят дети да и в каком-то виде скалу но они же дети вы пишете что нет они должны там не не шуметь и понимать да но как вам сказать как они могут понимать что нужно не шуметь если они жили всю свою осознанную вот эту первую жизнь до этого момента в доме где можно было шуметь можно было бегать вокруг территории они не жили в квартире где соседи они не привыкшие к этому привыкшие к воле никто не говорил тихо 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 все они могли делать что хотят наш любимый отец света соседкой смотрят привет большой никогда ничего не говорила сюда принимала конфеты даже угощал вот поэтому что приучите было тихо уже ли уже они понимают это но это нужно время по поводу мультиков у нас получается так они были когда в школе до 8 часов я их увозила мы с утра встаем я вам уже рассказывала как у нас по-моему да должно быть дети просыпаются даже если раньше чем я они начинают бежать к телевизору включать и вот и сидеть а грунтом школу сначала вы говорите умываться одеваете застилайте свои кроватки делаете быструю уборку в своей комнате все что после сна и потом вы только можете садиться и ждать завтрака за мультиками если я там уже готова ну то есть вот так получалось и в основном они мультики эти смотрели потом они идут кушать убирать за собой тарелку все я успеваю мою не успеваю после до помыла приходят они со школы у них есть тоже опять же перерыв они могут посмотреть мультики потом у каждого есть обязанности по дому савы например не одевает у савы это развесить например белье все там две-три стирки у амелии собрать сухое белье у Мишунька не видно себя у Лёвы например там мусорное ведро выкинуть у Миши сейчас сейчас убрать взять пылесос да и пройтись например что-то помыть то есть чуть-чуть поменьше есть свои такие обязанности по дому и так получается вот сейчас вы не на каникулах и это все растягивается не до 8 часов они мы можем до часу делать там быструю уборку потом они начинают играть что-то еще я не убираю за ними принципиально и пока мы все это сейчас Мишунь так говорю пока мы это все не сделаем мы не уходим не уезжаем куда-то чтобы потом возвращаться в этот грязный дом и из-за этого так получается что у меня просто где-то не хватает времени на работу но у меня приоритет воспитание детей чтобы я не превратилась потом знаете как бывает ты целый день работаешь а потом ну например снимаешь видео да и что-то готовишь а в это время дети занимаются чем они хотят потом ты закончил даже если вы например работали дом вы это знаете вы закончили сидели за компьютером целый день отрывались немножко да и опять вроде дети рядом вы устали встаете до после рабочего дня а дети разнесли вам весь дом просто и вот чтобы этого всего не было надо детьми заниматься тогда я просто делаю выбор на то что раз я с ними одна значит я должна ими заниматься если мультики они не могут целый день смотреть значит нужно или отвести на секции либо с ними там поиграть во что-то но у меня не очень получается одновременно при стремя заниматься потому что все равно какие-то постоянно стычки драки и драки для меня хороший вариант чтобы дети ходили на разные занятия для старшего это сто процентов потому что как только появляется свободное время это тут же начинается компьютер плюс в школе у них компьютеры у него дома телефон он пытается что-то туда залезть но сейчас время самого развития и обучения какой может быть телефон тик ток там я не знаю youtube игры если ты можешь взять очень многому научиться других людей поэтому я считаю что это время должно быть на занятиях то что говорят детство детство на улице с друзьями хоть целый день и не жалко но с друзьями сидеть в планшете целый день для меня это не детство поэтому вот сейчас у нас получается так что я просто не успеваю заниматься видео или еще чем-то ну как у меня еще есть приоритет другой да я кулинарный канал он говорил что я над ним работаю все потихоньку но чтобы дети были в это время не без перед телевизор нужно отвесить белье в стиральной машинке она постиралась на сушку можешь сейчас помогу ты вытащи пока принеси на сушку я щас помогу тебе следующий вопрос был по поводу этой белой кастрюли ли круазет у меня я покупала ее здесь я вам сразу скажу вот видите чернота то есть у меня очень много пошло скулов вот здесь буквально через несколько дней наверное вот тут был скол потом еще я считаю что так она стоит тут недорого скорее всего это не оригинальная кастрюля поэтому у нее вот такие сколы внутри нет но вот по краям может быть у кого дорогая напишите есть такой или нет мне кажется это некачественное покрытие поэтому если кто в таиланда меня смотрит то я бы взяла там очень много таких керамических кастрюль я бы взяла не бренд то есть за эту же сумму но не бренд потому что вряд ли будет поделка на бренд именно я думаю что поделка если вы видите что-то простое то можно по я попробовала про сумку тоже спрашивали сумку я покупала здесь в этом магазине называется она получается как бы квадратное что и то есть у нее две большие до ручки и две вот таких маленьких она квадратной формы вот эта сторона 34 примерно сантиметра или это тоже а здесь у нее 30 сантиметров и дно у нее и на кривом даже показать вот такая большая вот так можно ее носить либо она как бы квадратиком я ее ношу с длинными ручками да ну получается вы здесь вот так коротенькие ручки да будут торчать вот так спрашивали про планы на следующий год лёвов ну ты чё мешком запусти зайка давай я поскладываю сейчас ровненько что мы с тобой повесили буду рассказывать так смотрите по поводу планов на следующий год с планами с планами я не знаю что отвечать потому что все меняется обстановка мире такая нестабильная и планировать что-либо такое ничего не скажу вам пока будет по поводу кулинарного канала им говорила процесс идет работаем все остальное пока ничего по поводу мысли и переживания многие до из вас будет вы такая спокойная от вас пром веет спокойствие на самом деле я его не чувствую внутри мне нет такого что бывает смотришь на мамочек да они там с детьми целый день и как-то ну как 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 вот вот так вот да все все весело поиграли у меня такого нет у меня постоянно внутренняя работа над собой где-то может быть это какое-то напряжение я не знаю но не такая всегда была вот поэтому мне много переживаний даже не переживания больше я постоянно думаю да я постоянно как как сказать ним не думаю анализирую анализирую то что у меня сейчас и исправляются эти не так давно я смотрела в инстаграме не попался рыбаков да как раз говорил про то что я не всем говорит об этом рассказываю но как стать успешным да надо постоянно исправлять свои ошибки там после 40 как чтобы жизнь была более-менее вот это у меня как раз про это я вместо писали что вы там себе копаетесь это когда я услышала да какие-то очень часто подтверждающие приходят тебе какие-то вот бывает что ты услышишь да в интернете опять же и как раз то о чем ты думал и находишь ответ и этот год у мне тот год заканчивался я проходила марафон валентины красниковой и он рассказывал гениальная уборка и я его проходила уже ну как бы созрела на него потому что у меня было очень много вопросов я не понимала как мне успеть и дом что был до в порядке и чтобы детки детки были у них были понятные обязанности какие-то свои да и чтобы они были тогда у меня дома из-за карантина и муж и чтобы я была не уставшая и какое-то время ну и что-то было свое дело да у меня хватало на это времени планирование какой то есть я не понимала что что у меня не хватает чтобы было как-то все ровно и и самое главное что не было замученное как вот часто бывает мама целый день дома они замучены и всем недовольны расстроены сами-то не знаете в чем проблема то вообще часто мы кого-то обвиняем и на самом деле сами самим над себе задать вопрос что не что не устраивает то вообще меня вот не устраивало вот это все да и когда я пошла из курс кто-то пишет да что там много воды для меня это немного воды это инсайты просто были один за другим и этот год я начала вот уже пройдя этот марафон я целый год работала над тем что надо анализом своего действия и что и что потом как бывает да говорят еще есть мозг бедный есть мозг богатый да я не хочу ни в коем с точки кого-то обидеть потому что я считаю что у меня мозг бедный но имеется ввиду денег и вот как бы человек без бедным мозгом не действовал да у него не принимал решение у него будут бедные действия и вот у меня этот год был не то что там быть богатым да нет мне просто был анализ своих действий уже пройдя курс да и получал я получала знание мне были восемь целей на год по 18 не ошибаюсь они касались внешнего вида мамы они касались взаимоотношений с мужем код свободного времени чтобы можно было снимку это съездить что-то планировать потому что когда дети писать что-то не когда допустим замученный они касались планировая не касались опять же вот хотя бы небольшого дохода да если у тебя и вообще как ты помню говорю в финансовой грамотности так у меня и было написано и этот год я этим занималась и до сих пор я постоянно смотрю я очень много наблюдаю за другими там девочками как как им удается что-то делать да как они себя ведут это интересно на самом деле вот и я считаю что многое поменялось до моей жизни но как сказать много еще надо да как к чему идти но сейчас вот почему у меня часто видео да например не выходит потому что я с утра не встаю да и там начиная что-то для себя нет мне нужно как менеджер до раздать детям чтобы они сделали там уборку в доме да все свои кроватки все заправили потом нужно опять что в обед до какое-то время потом нужно время для своей работы какой-то да найти но мне бывает не хватает мне нужно там и так я в другой стране да у меня на это тоже много времени уходит что-то новое там больницы анализа ребенок заболел еще что-то все у меня ушла работа дан при youtube в сторону я занимаюсь этим что меня нет помощи про помощь опять же когда я проходила марафон я не понимал думаю ну вроде как я делаю там 15 минут зона потом еще потом еще а там у меня уже грязно но так получилось что к концу уже марафона я поняла что это только для тех подходит у кого маленькая квартира если у тебя дом то однозначно ты не можешь успевать его содержать чистоте если у тебя еще дети целый день дома они все равно ну они что-то мусорит кидают все равно идешь и убираешь за ним постоянно тратишь на это свое время и внимание ты то есть не можешь сосредоточиться как многие говорят плавится мозг когда ты дома с детьми то есть ты не можешь собраться на какое-то действие на какую-то свою работу ты постоянно занимаешься вот этим что вокруг тебя давят хаосом каким-то вот этого них не хотелось поэтому ребенок у меня был на нас был на семейной форме я хотела чтобы он был в школе то есть как делегирование ребенок должен учиться учителями если уборка у нас была раньше помощница значит должна хоть раз в неделю-два приходить эта помощница если дети да это не это не то что я должна их только кормить поедем и убирать они должны иметь свои обязанности мама должна выглядеть с утра до одеться волосы и там ногти одевать перчатки беречь себя свое здоровье заниматься спортом чтобы энергии хватало опять же на вечер приходит муж куда-то сходить а не так что ты выходишь в халате весь грязный за головой там с гулькой у меня муж говорит я не люблю гульки вот и и у тебя нет даже вообще никаких не моральных никаких не физических сил поэтому этот год у меня проходил вот вот в этих вопросах я их решала и я думаю что и дальше все равно это будет вот наверное обо всем вам таком рассказала все мои хорошие что успела сегодня да во всем рассказала уже ведь у меня уже все спят как говорится к вам уже рассказывала да когда мам садится работать долго ты не можешь только можешь отрывками отрывками это не просто найти так по полчасика ну я так не могу на самом деле мне сложно поэтому все укладываем деток спать вам не болеть самое главное всем хорошей доброй ночи всем пока пока я думаю что увидимся еще через пару дней до нового года это точно